Добрый день! Всех приветствую из студии Укрлайф ТВ. Я Андрей Митлев и мой гость сегодня Андрей Мишин, политолог. Приветствую, Андрей. И немножко мистик. И ересихиарх. Мастер диковин, так бы я сказал. Андрей, время нового года и даже вот этого старого стиля, который предполагает еще одно празднование нового года, оно как-то настраивает на тот, может быть, анонимистический, но какой-то такой лад осмыслить все, что происходит. И мы вот с тобой только что говорили, что какие-то философы отписали, что называется не только в фейсбуке, статьи появляются. И политологам тоже, казалось бы, надо не то, чтобы итог подвести какой-то промежуточный этих всех наших перерождений, а понять, что же происходит по-настоящему с нами по сути. Вот какие у тебя на этот счет возникли, может быть, обобщения? Да, вот глубже я Новый год сравниваю с днем рождения. Ведь в конце концов, что такое день рождения? Даже вот эти пожелания счастья, здоровья, ты подводишь итог за год, например, социальной жизни, то есть физически тебе желают здоровья, ты смотришь, значит, там, любви, например, другой, значит, тебе желают благополучия, то есть это ты проводишь как бы и финансовые, значит, и ставишь себе новые задачи. В этом смысле, конечно, день рождения года и рождественские праздники, значит, они как бы к осмыслению, кто я, с кем я, значит, где я живу, общество, государство. И сейчас появилось много статей, вот как раз на этих рождественских праздников, украинских политических философов, политтехнологов, менеджеров, значит, таких знаменитых, как Георгий Почепсов, значит, как кто-то из профессиональных институтов философии. И, значит, кто-то подвел итог из моих коллег-политологов и сделал прогноз. Ну, достаточно интересные появились обобщения, с которыми стоит задуматься. Я решил не оставать и тоже задумался над этим вопросом. Прежде всего, подводя итоги внешней и внутренней политики, я пришел из, значит, из, например, того опыта, где же работа над ошибками нашей внешней политики за несколько лет. И вот здесь вот такая простая мысль произошла, значит, какая же внешняя политика революции достоинства? Вот всех этих трех лет и в чем, значит, где можно провести работу над ошибками? Люди, которые захватывают власть или приходят к власти, они сразу навязывают свои правила. Они сразу, как бы, предлагают правила, конечно, прежде всего попытка изменить восьмую заповедь, не укради. Ну, как, значит, основной анекдот, что в Верховной Раде 15-го числа во втором чтении будут изменять закон по изменению заповедей, не укради. Уже приблизительно 387 правок. Значит, ну, это касается, на самом же деле, что всегда от граб награбленное, всегда идет установить свои правила. И вот во внутренней политике, новому политическому режиму, режиму революции достоинства, удалось установить свои правила. Причем настолько, что я вот сейчас вот подумал, ну, ведь нам запретили с ностальгией. Нам ведь не только ограничили наши права и свободы из-за интервейсов, но нам запретили думать о чем-то советском. Вообще, вот, значит, совок это плохо, все, что это не связано, ну, извините, но когда мне запрещают чувствовать, это уже, значит, вы ставите такие жесткие правила, это, конечно, неудобно. Ну, величайшие люди, значит, второй вопрос, конечно, значит, то, с чем наша проиграла политика, и это вылилось в внешнюю политику, это вот законы о языках. Это очень важно, что язык должен быть один украинский, в образовании, не закон о языках, его боятся тронуть, потому что он как бомба. Значит, и когда начинают что-то ворошить всякие организации, у нас этот бомбовый склад с такими законами тушат организации из 14 подобные, они сразу все организации в церкви или в другом месте, они бегают специально созданной властью, чтобы, значит, тушить заряды, когда что-то, бомба взорвется, что действительно права языковые, то есть, людей тоже объясняют, говоря, что украинский язык у нас один, и это не обсуждается, однородно, это тоже нарушаются права. Права нарушаются, у нас запретили коммунистов и остальных, то есть, политически, и вот, значит, наступление на права идет достаточно большое, и вот такие новые правила, конечно, Украина попыталась строить и во внешней политике принести, и здесь получилось очень плохо. Это вот и последнее заявление венгерских националистов во власти, что нас уже хватает всякого вида мигрантов, и нам это не нужно. Как бы так, понимаете, везде идет интеграция, то есть, транснациональный мир, значит, свободная миграция людей, перемещение людей и капиталов, здесь идет прямо наоборот, что, значит, они как бы окукливаются, закрываются от интеграции, значит, вот такие, значит, националисты, и, значит, другое, значит, во внешней политике настолько забрались, попытались мы ломать, что думаем, если кто-то будет руководить по украинской политической системе, мы подкупим, кто там там будет руководить в ЕС, значит, кто там будет руководить в ЭБСЕ, полный бред, это организации, то есть, подкупить менеджера, это, возможно, это нормальный вид украинской коррупции, может быть такой, даже, скажем, византийской, ну, так, ну, не современной, но у нас здесь, получается, во внешней политике, чтобы, ну, понять ее на нашу, и сделать вывод, я перейти, знаете, вот сейчас вот много в Рождественской практике можно было смотреть и фантастических фильмов, фантастичных, и я вот понял, что внешняя политика Украины, это вот такая связь между временем и пространством, это такая кротовая нора, значит, червоточина во времени и пространства, вот это космическое, значит, Украина, это вот кротовая нора для ЕС и НАТО, мы не понимаем, туда ли мы идем, оттуда-то, понимаете, в этих кротовых норах, там куча парадоксов, такая вот червоточина даже, ну, грубо сказать, что, значит, во внешней политике, когда то, что мы демонстрируем, и то, что есть на самом деле, мы даже такая вот страна наизнанку, вот путают с черными дырами, но это больше не наш, это наш сосед, значит, потому что она огромная, черные дыры, они огромны, могущественны, они говорят о своем величии, им страшно прилетать, ну, вот если говорить критически о внешней политике России и Украины, то мы вот такая кротовая нора, рядом с огромной, значит, черной дырой, я не буду говорить, хорошо ли это плохо, и то, и другое, почему, потому что никто еще не изучил черные дыры, значит, просто это действительно огромный, замкнутый в себе объект. Там какое-то притяжение, говорят, страшное, сила гравитации, тянет и тянет, затягивает все. Ну, а тут вы больше энергетически, ну, а кротовые норы, они отличаются динамизмом, и будущее человечества обычно связывают с ними, и это чуть-чуть вот утешает. Но главное, что вот когда перенесена, тут самая большая попытка, что свое желание установить правила, мы попытались за все эти три года переносить на внешнюю политику. Пересорились с венграми, с поляками, ну, с россиянами ясно лет на 10 вперед. Значит, и кроме этого, значит, пересорившись, значит, мы даже с американцами умудрились, с администрациями, мы не можем сейчас найти свой язык, то есть новый язык, и тут даже, что мы можем сказать, даже не страна наизнанку, а как бы вот кротовая страна для внутреннего пользования крупных глобальных игроков, таких как американцы. И здесь вот очень важно в политике отойти от лжи, насколько понятно. Ну, тут даже очень просто сказать, ведь Рождество Христово, Бог ведь не только любовь, с Богом всегда правда. И поэтому важно, что во внешней политике не врать. Ну, как сказать, тут другая есть проблема, что власть всегда врет. Политик, который хочет электорату что-то сказать и прийти к власти, ему приходится врать. Насколько это святая, ложь не святая, это вот тоже рождественские размышления. Но вот я, говоря об этой однородности, значит, ошибка, да. Внешняя политика – это прежде всего диалог. Это надо уметь договариваться, надо вести. И поэтому пожелание вот нашим дипломатам в этом году, чтобы они наконец-то научились договариваться и понимать, что, значит, этот год – год компромписов. Дальше уже идти вот таким однородным и навязывать свои правила, значит, игрокам, которые гораздо сильнее себя. Ведь мы очень больно получили от венгров. Значит, жестко и неожиданно. И, значит, ну от поляков получаем понемножку. Поляки любят растягивать удовольствие, значит, чтобы, когда вот сейчас такие надежды, что новый, значит, министр иностранных дел Польши не будет как право, значит, и он не будет так критиковать Бандеру. Да будет, тем более он университетский. Тот, которому диалог, кстати, достаточно далек, он из этой же правящей партии. Значит, ну это он будет делать с особым цинизмом и удовольствием, значит, и не смотря, значит, что хочет услышать от него господин Климкин. Значит, ну впереди, вот я бы хотел вернуться обратно к главной теме. Вот вопрос, опять же, кто мы с тобой, Андрей? Вот мы ведем, сейчас говорим на русском языке, мы русскоязычные. Мы граждане Украины, граждане Украины. Мы патриоты, по-любому мы видим, будем… Гордимся нашим гражданством. Ну нет, ну как бы сказать, потому что другой страны у меня нет, я в ней вижу будущее своих детей. Ну и следующий вопрос, значит, ну, значит, чем мы, значит, больше отличаемся? Но мы с тобой не националисты. Меня вот как участвует даже на российских ток-шоу, всегда поражает сходство, как российских патриотов, они ничем не отличаются от наших доморощенных патриотов, но только, значит, как бы чуть-чуть в другом знаке, но тоже желание установить свои правила, все должно быть однородно, как они считают. И я вот подумал, что, наверное, мы все же с тобой транснационалы. Транснационалы. Значит, русскоязычные, украинские граждане, транснационалы. Опять, кто мы? Значит, в ответ же, кто тогда наши оппоненты? Говорить просто националисты, националист сейчас растекся. И я нашел, есть транснационалы, значит, есть гомонационалы. И вот, и тут объясняются и венгры, мне все равно, какие гомонационалы, венгерские, польские, российские или наши доморощенные в парламенте. Наши доморощенные не только в политике гомонационалы, но и во многих своих, как раньше во дворах говорили, по жизни. Во многих, значит, проявлениях, как они пытаются взаимодействовать между собой. Лучше быть транснационалом, чем гомонационалом. И здесь важное определение, понимаете, вот теперь вот вернемся к русско-руссийско-украинским отношениям. Вот многие сейчас говорят, и у нас очень гордятся наши гомонационалы, что где проиграл Путин? Путин считал, что везде пройдет русский мир, что русский это обозначение, а у нас столько русскоязычных бандеровцев, столько русскоязычных националистов оказалось. И этим гордятся, считают, что это и парадокс, это и явление. На самом же деле, ну, кого мы считаем русскоязычными украинскими националистами? И чем они отличаются от гомонационалистов? Да, людям, которым они граждане своей страны. Да, значит, многие действия организации под названием «Русский мир», «Россотрудничество», они действительно гомонациональны. Значит, когда среди проектов, вы понимаете, кто больше всего любит русский язык в Украине и так далее. Армяне, евреи и так далее. Здесь же мы только говорим о памятниках в этих организациях Екатерии и Елизаветы. Не важно. Но именно все, что связано с российским государством, а не с культурой, не с ценностями, не с обществом. И вот это, значит, и есть вид гомонационализма. На самом деле, это люди, которых пока еще не определили себе, что они транснационалы. С другой стороны, гомонационалы, и, значит, надо эту тему все-таки поднимать, потому что действительно гомонациональность – это вред, это вот как раз и кротовая нора, и черная дыра для будущего. У этих организаций нет будущего, потому что меры правят транснациональные корпорации. С другой стороны, транснациональным корпорациям удобно на местах управлять с помощью гомонационалов. То есть, вроде бы, когда менеджеры все, вроде бы сам корпоративный дух, что ты любой человек, неважно от какой национальности, может достичь руководства страны. Вот это, кстати, тоже от последних за три года, потому что менеджеров нам предлагали, разных поляков, эстон, ой, литовцев и так далее, тут было много прекрасных людей, грузин. Грузины были прекрасные, есть один. Но они вылились, вылились очень. Но один есть каждый вечер на каналах, я вот слушаю Саакашвили и понимаю, насколько он не чист. Ну, вот видите, я думаю, что это ведь Саакашвили – это особый вид транснационала. Значит, то есть, и как бы там ни говорили, ни критиковали, значит, и хоть он пользуется поддержкой многих наших гомонационалов, но вот за такими, как Саакашвили, значит, убрать их разрушительный эффект, значит, как они расшатывают любое государство, то, конечно, будущее, хотя он не украинский транснационал, он все-таки грузинский такой мятежный транснационал, ну, и дай ему Бог, так, три года ему уже дали, значит, у себя на родине, ну, а нет ничего хуже, политика в изгнании, значит, мы хотя бы, давайте скажем, что из греческих философов, значит, лучше умереть, если мы помним Сократа, но у себя на родине, ведь он всегда отказывался бежать, политика-философ должен жить у себя на родине и в этом его транснациональность. Вот, значит, тут, кстати, из такого, ну, мы глубоко погружились в рождественские гадания, значит, даже такие на... Хотя, я думаю, что термином гомонациональность мы, гомонационалы, мы продвинем теорию, кстати, термин этот есть, ему лет 10, значит, и он, он в узком смысле означает, когда в Европе ЛГБТ-сообщества, в той же Венгрии, в Германии, значит, когда приходят в Польшу, приходят националистические к власти националисты, начинают с ними союзничать в том, что мы вот где-то разные, но равные, значит, вот так, да, и вот этот такой феерический союз, значит, ЛГБТ и националистов у власти, значит, ну, конечно, значит, появился этот термин в узком смысле. Я же беру, значит, это, значит, понятие гомонационалы в широком смысле этого слова, и, значит, наглядно, за примерами далеко ходить не надо, ну, заглянь в Верховную Раду, там, Семенченко, Порубин, ну, настоящие такие, там, Доморой, ну, Вятрович тут, такое, значит, прям лицо гомонационализма в Украине. Ну, и в этом нет ничего такого оценочного, не говоришь там о том, что в этом нет ничего оскорбительного, просто вот люди... Ну, гомооднородные. ...одноковой, да, ориентации, то есть, вот у них строго... Строго один язык, одна нация, они там же, значит, они там же, если вы говорите по-русски, значит, придет, придумали же такую отговорку, значит, к вам, значит, вы зовете сюда Путина, подыгрываете прогрессору, а когда он придет и видит, что вы русские, но украинские патриоты, он же вас и казнит. Значит, ну, глупость, я думаю, что, значит, в том и сила транснационалов, значит, что мы найдем поддержку и в другом месте, я думаю, что вот даже этой передачей мы можем, вот, движение, значит, транснационалов, и, значит, постараемся теоретически, практически через круглые столы, через эфиры, как бы популяризировать этот термин, и понятно, что наши политические оппоненты, которых мы уважаем, оппонентов всегда надо уважать, ну, называем их четко одним термином, гомонационалы. Андрей, знаешь, я вспомнил сразу, что, как там известный по Сашу Ильфа Петрова, по поводу подруги Эллочки Людоедки, которая знала одно очень богатое слово, пишет Ильфа Петров, да, и оно было как раз гомосексуализм, но вот это слово не менее богатое, наверное, есть у него и оттеночки, все же там, вот, как быть с гетеронационалами, как быть с там галотранснационалами, можно еще придумывать, но вот почему-то тебе важно было именно на этом сосредоточиться. Нет, 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 речь идет об однородности. Проблема от того, что люди, которые отказываются от конфуции, пусть расцветает мир тысячи рассветок, которые не дают права на существование другим, значит, наступают на наши права, свобода, и вот даже чувство, как запретить совок, значит, и застранировать. Вот, кстати, о ностальгии. И вот именно поэтому, но и в этом-то все, они угрожают будущему человечеству, и поэтому им надо отдавать точное определение, и оно, значит, идет от слова «гомо» однородный, то есть люди, которые хотят одну нацию и видят приоритет этой. Хотя есть же «хомо сапиенс» тоже, видишь, как тут получается. Ну, «хомо сапиенс», значит, ну, здесь чуть-чуть другое, и это не так уж и плохо, то есть человек должен выделить свою человечность. Здесь же между человеком выделить себе сверхчеловеком право на насилие, вот первого января, на День Бендори, ты знаешь, что меня поразило в лозунгах? Там было написано, лозунг бендеровцев приглашали за, значит, славу героям, Бендеру Ишухевича, и вторая была «за будущее детей». Вот я тогда еще задумал, за будущее каких детей? Значит, за будущее детей, если детей, значит, по Бендере, значит, если детей, собственно, украинских, то это страшное будущее. Если, значит, за будущее детей, с которыми, там, польских, с которыми бендеровцы, в сущности, там, или российских, значит, или, которым обещают, или луганско-курских, значит, у которых проблемы, то, значит, это все равно плохо. То есть надо за будущее всех детей, за транснациональных детей, неважно, какого цвета, вот как в той песне у Макаревича по советскому еще комедии «Цирк», значит, тихо спит черный ребенок в добрых еврейских руках. Да. Знаешь, вот две заметочки просто так сходу вспоминаются, ведь, в связи с ностальгией, да, по советскому периоду, ну, то есть это, конечно, наше детство, уточество, юность, но была же ситуация такая, сейчас-то скажут в Украине, тогда это было на Украине, да, и тогда это было в СССР, что можно было написать заявление родителям в школе, где преподавали украинский язык со второго класса, и отказаться от изучения украинского языка. Сейчас такого уже не будет у тебя права никогда, и у детей не будет тоже у наших, потому что все, но учат украинский язык, и, в общем-то, даже русского варианта нет. Нет ностальгии, ты попробовал бы тогда написать заявление и отказаться от изучения русского языка, и, значит, и все становится на место. А второй моментик, на счет того, что сейчас... Потому что это был интернациональный язык, но мне не нравится само слово интернациональный, потому что, когда вот спорят, значит, когда говорят, мы интернационалисты, это было четкое понятие, вот как дружба народов, значит, но если в одном городе, вот мы живем, тут представители разных национальностей, это не дружба народа. Дружба народа у Сталина была географически, тогда надо было разделить вот географически одна республика с другой, из-за этого даже была придумана еврейско-автономная область, где евреи не жили, но с Бирбиджаном дружить, вот с евреями дружили через Бирбиджан. Дружить просто с Абрамом, это дружили два русских или два украинских, значит, советско-украинских человека. А интернационализм, он же имеет четкое абсолютное понятие. Это защита, значит, с песни Гренада и других, мы яблочко, песню держали в языке. Это защита и помощь угнетенным, значит, в других странах от их эксплуататоров. Это и есть интернационализм. Почему, значит, мы дружбу народов и интернационализм советского образца переносим на сегодня и не годится. Здесь гораздо правильно говорить транснационалы и гуманационалы. И, значит, причем за транснационалами, значит, вместе с которыми идет и глобальный мир, больше прогресс, и тот регресс, который сейчас как реакция на глобальный мир, значит, пошла вот эта вот гуманациональность в различных, в Европейском союзе, в Украине достигла, ну, крайних своих видов, ну, как в любой кротовой норе. Значит, ну, и тоже сейчас происходит в России, потому что я могу сразу сказать, русские гуманационалы, для меня, значит, ну, как бы все равно, вот есть такая вот красивая, значит, правда, казахская фраза, дорогая же нас, ну, с точки зрения эволюции, черепаха-самец мне гораздо ближе, чем ты. Так вот, значит, на мой взгляд, что многие, значит, транснациональные черепахи мне ближе, чем, значит, представители той же русского мира. Потому что, значит, здесь ведь действительно надо посмотреть, что это работа над ошибками, и в той стороне, с которой мы хотим все-таки наладить диалог, чтобы достичь мира и урегулирования политических процессов, как на Востоке, в Украине и в другом. Потому что все меняется, и ведь, понимаешь, вот, может быть, похмелье в нашей стране от внешней, от внутренней памятники, вот от резвления, которое происходит на эти новогодние праздники, значит, кто-то пьянеет, значит, у нас оно идет, у политического класса Украины идет отрезвление. Значит, что же мы делали неправильно? Именно потому, что мы пытались навязать какую-то определенную наоднородность. Люди, находящиеся власти, все пытаются навязать, как бы они не мотивировали, это проигрышно, это ведет к стратегическому поражению. Ну, и все-таки, если мы говорим о соседе, вот этом большом, великом, ты сравнил даже с черной дырой, ну, можно сразу... В хорошем смысле этого слова. Можно там с белым гигантом Бетельгейзе или что-то. А есть белые гиганты, но они же гораздо меньше, чем черные дыры. Ну, насчет там размеров, это астрономические величины, но все-таки страна-то большая, Россия, да, и там есть не только куда отступать, Андрей, я бы назвал это направление космомистика в политике. То есть, космические тела, да, страна большая, космомистика. И эта большая страна решает какие-то свои проблемы политические, в том числе и выборы президента. Вот в связи с предстоящими в России выборов, какие вы, Андрей, видите, может быть, интересные новации даже власти российской, которые, возможно, как-то... Ну, я не думаю, что мы там заимствовать будем, у них, конечно, нет, мы же гораздо дальше в Европе, и ближе к ценностям европейским, или, может, уже они вообще здесь везде. Но, чтобы понять природу власти в России, и как это может отразиться в концепционный конфликт. Но я думаю, что чего-то здесь не будет. Почему? Задача Украины, значит, достигнуть как можно более быстрого, динамичного изменения политики, изменения власти. Вот мы бы хотели бы, чтобы власть, вот простые люди, те же, то есть транснационалы, как мы, хотели бы, чтобы власть была невидимая, но эффективная, нано власть. Чтобы она легко, то есть она не показывала себя. Ну, кстати, это наконец-то понял наш президент в новогоднем обращении. Он гораздо меньше был в этом году Мюнхгаузен, чем в прошлом, меньше фантазировал. И если говорил, мы поставим на место агрезора, ну, может быть. Мы, значит, то есть он все время чуть-чуть уходил, не говорил это так, потому что, значит, уже его заявления, которые не сбываются, вот тут действительно важно не врать самому себе. Надо заметить, в новогоднем обращении он перестал, стал гораздо меньше врать, не читал стихи, не говорил на разных языках. И, в общем-то, признал, что есть внешнее влияние, потому что обычно обращаются к населению. Он обратился к старшим товарищам, которые стоят над страной. Ну, где-то, значит, я думаю, что про трезвение, вот какое-то политическое, говорят, что, понимаете, нет ничего более трезвеющего, как абсолютная власть, она тебя трезвит, наоборот, конечно. Но вот на президент на третьем году, вот как-то, то есть в третьем своем выступлении, как-то трезвость такая вот проявилась. Здесь же, когда мы говорим о российской власти, у них задача удержания власти. Значит, задача удержания власти сегодня, почему? Потому что, опять же, преемственности, изменения, к этому не готово общество, тут трудно спорить, потому что можно говорить о китайском особом пути. Ясно, что пути русской, сейчас это даже некоторые теоретики в России называют такая локальная региональная цивилизация Россия. Вот, значит, у них свой путь, свое величие. И понятно, что какие бы, значит, не вводились такие, как бы сказать, темные лошадки вроде Собчак или, значит, коммуниста с клубникой, который недавно совсем стал, и вот все сейчас откопают. Не введение Навального, то есть классического, значит, такого оппозиционера, который занимается политическим рэкетом, значит, даже, значит, захватывая политическое пространство, используя политический класс. Значит, и вот здесь очень важно прийти, значит, в чем, значит, здесь какая разница. Это разговор о новом политическом классе. Сейчас все обсуждают, вот, успешность революции, в том числе в Украине, в других, значит, что новый политический класс – это средний класс. Ну, у меня, значит, всегда, значит, смешно определение среднего класса, потому что, когда мы говорим теория третьего класса, как из бедных сделать средним, значит, мы априори забываем или признаем, что над нами правят богатые. Значит, что правят там, значит, какие-то 300 олигархов или 3,5, как в Украине, значит, 300 в России. Вот, значит, и речь идет о среднем классе, который, как бы, вроде бы все революции, начиная с французской революции, а не, значит, французской революции студенческой, 68-го года. То есть, это, значит, вроде бы не бедные протестовали, как раз был экономический подъем. Студенты. Студенты, когда вышли, и дальше люди, которых, ну, они боятся, им тревожно, значит, люди хотят изменить на подъеме. И вот это люди, которые что-то есть. То есть, это вот российское болотное. Это, значит, попытка тех либералов, что это молодые люди, которые в соцсетях, которые не признают иерархии власти. Там даже дети были, помните, когда возникало то, что помолодевшие протесты. Ну, прием, значит, а теперь, значит, когда говорят, это новый политический класс, все-таки я так скептически смотрю на этих теоретиков, извините, вот молодежью и теми, кто в соцсетях, гораздо легче манипулировать. А манипулировали сначала человечество. Значит, и шаман, и вождь племени, все это понимал. Значит, я так понимаю, что в российском обществе и современные вождь, и те шаманы, там, не будем поминать Владислава Суркова, тоже так, как бы те шаманы, которые предлагают какие-то, значит, камлания и способы для удержания власти, значит, они понятны. Чтобы раз, для внешнего игрока, как раз это попытка, почему из средины, любой конфликт сегодня раздувается из средины, потому что сейчас нет гегемона, значит, обиженного пролетариата, то есть обычно синие и белые воротнички. Чтобы рассчитать общество, ты вот и берешь то, что называется средний класс. Значит, конфликтную группу из средины, и ты ее из одного конфликта перетяскаешь в другой, главное, чтобы была у них тревожность, чтобы была агрессивность. Кстати, вот это вот и смысл современного информационного общества, потому что, значит, нужен враг, нужно направить против врага, и почему мы лайкаем? Потому что чего-то мы боимся, мы почему боимся пропустить информацию, и уже через пять минут, как проснулся, ты уже начинаешь смотреть в соцсети, значит, и ставить, потому что тебе тревожно, ты не уверен в каком-то смысле в будущем, и на вот этом всем играется. Игра основная идет сегодня на тревожности населения, и гораздо легче им манипулировать. С этой точки зрения можно спокойно прогнозировать, что в Украине не может быть Майдана в течение двух-трех лет, сколько бы там господа Семенченко и Саакашвили не ловили войну, как политические серфингисты, а вот поймаем, значит, и вот новые революции будут. Это уже невозможно, потому что тревожность, значит, и агрессивность электората, но она не может быть долгой. Три-четыре года у нас она уже затягивает, и потом, значит, сыграть на социально-экономических проблемах. Все-таки давайте прозрение революции достоинства, чтобы мы стали самой бедной, самой нищей, мы потеряли все внешнеполитические позиции в Европе, мы потеряли по стольким показателям. Значит, это не фактор революции, фактор вот именно вот эта тревожность, от которой Украина уже устала. Украина идет к диалогу, значит, и всякие, значит, понимают однородные такие товарищи, эти гомонационалы, и составляют партию войны, ищут любой способ удержать в тревожном состоянии, потому что только тогда их власть, но это уже не удается, и поэтому я так думаю, что мы вот все равно идем к компромиссам. Мы идем к диалогу, и будущее за нами с тобой, Андрей, за транснационалами. Да, да, ну только что мы с тобой будем договорить здесь. Как манифест. А как же быть с Саакашвилием, по твоей триминологии, получается, это такое и на вере все подходит, но иногороднее, что ли, вот такой транснационал. Его-то майданчик, он существует же до сих пор, Андрей. Мы так, вроде бы, тревожность спала. Потому что просят западные товарищи, это неотъемлемое право человека защитить свои права, у которого забрали гражданство. То есть, значит, поэтому... Потом вывел в центр города людей каких-то, ну и как-то? Ну как, людей там нет, людей там нет. Перекрыта улица центральная. Были грузины, он последний грузинский батальон покинул. То есть, прям сегодня после работы пойду посмотрю. Но там вроде бы стоят, перекрыты, палатки. Нет, вот эти грузины, которые покинули и ушли из АТО, из Донбасса. Их там 5 или 7 человек. То есть, это ровно половина грузинского батальона. Вот, значит, там... Ну, вот они ушли и противостояли, потому что стоят палатки, но там никого нет. А дымок есть? Дымок какой-то морозный? Не, ну, извините, коменданты за деньги, то есть, на поддержание всего этого. Палатки стоят деньги. Деньги дают и канадцы, и другие, то есть, и там сотоварищи. Ну, жаоттажа нет, но как бы стабильность некоторой есть, протеста, так называемая. Ну, Сакашвелец скромно сказал, Сакашвелец, мы переходим на работу в регионах. Ну, я не видел, что появились палатки. Скорее всего, там тоже будут сгонять работников рынка, чтобы Михо перед ними выступал и чувствовал себя глобальным политиком, которые, значит, удерживают российскую агрессию для всего цивилизованного мира. Потому что президент-то он давно перерос. Но премьеры тут нехотя соглашаются пока в Украине. Значит, и можно здесь сказать, людей это просто не набрать. И весь смысл, опять же, о том, о чем мы говорили. Нет тревожных. Люди выходят, когда их что-то тревожит. Люди, когда что-то завтра не будет. А то, что люди беднеют или там говорят, поэтому вот и Сакашвили играется на каких-то законах. И, если честно, он как бы дополняет Порошенко. Сегодня, значит, он перетянул на себя роль тени Порошенко. Это вот такая мысль, которая пришла ко мне сейчас. Почему, значит, ну вот если помним, Майдан появился, когда господин Левочкин убеждал Януковича, что мы, а давайте сделаем превентивный, неполитический Майдан. Выведем студентов. Дмитрий Табачник дал команду. Его первый зам Сулейма вывел студентов. Значит, люди из администрации президентов, как Виталик Кулик, вытащили свои палатки. Ну, замначальника департамента первый поставил палатку с Пильной ТВ. И стал главным, значит, демократом, который критиковал. Значит, ну, до этого Виталик был товарищ О. Однажды Янукович вышел в обед в этот внутренний дворик. И в это время все должны быть. Виталик, пробегая в столовую, оказался один. Он показал у него О. Значит, и сел в машину и уехал. И Левочкин стал вызывать к себе товарища О. Вот, ну, значит, все эти люди вышли и начали, как бы, этот неполитический Майдан. То есть, игра была на тревожности. Вот, на они же дети. Так бы, значит, тот политический сам бы не раскрутился. Значит, потому что там были определенные интересы. Значит, все это было расшатано. Уже через месяц в эту игру вклинились внешние игроки. И, значит, сама идея чего-то вот превентивного невозможна. Сейчас роль такого неполитического Майдана как раз есть Саакашвили. Благодаря тому, что он есть, то, значит, реальная оппозиция, как оппозиционный блок, да, там, значит, или Юлия Владимировна Тимошенко, значит, как бы отходит на второй план. А там социологических каких-то исследований, ну, неизвестно кем проплаченных, Юлия Владимировна Первая. А так ее не видно, не слышно, ее не видно на местах. А, значит, и тихо на всех этих выборах в объединенные общины и громады побеждает партия власти под названием «Солидарность». Или, значит, маленькие эти ее спойлеры. Ну, там, по-моему, у Кирчины там были побольше даже результаты. Это если как выкрутить. Это можно так посмотреть. А реально, значит, у президента есть еще «Наш край», «Возрождение», «Агропартия». И там вот эти вот маленькие спойлеры, которые все кусают Юлию Владимировну, там у нее ничего не остается. То есть сказать, что как бы Юлию Владимировну надо показать, что она победила, чтобы ей дали деньги, чтобы в это победил электорат. Так было несколько раз. И ей начинают верить. То есть, значит, вроде рейтинга нет, но говорят, у меня огромный. И рейтинг сам по себе подрастает. Ну, это вот такое. А у президента реальный рейтинг? Значит, провалится ли он сегодня? Ну, вот как раз, значит, впервые возник такой вопрос, что, значит, выставят любая серая лошадка. Значит, причем это будет не Ксюша Собчак, как в России. А выйдут у нас как раз, значит, тот же Наливайченко, тот же кого-то, значит, может быть, отмоют Гриценко там или так далее. То есть, у нас вдруг лидеров нации, ведь понимаете, где-то начинаешь понимать, что появился новый лидер нации, когда его месяц-полтора начинают пиарить западные СМИ. И ты видишь, ой, это новый лидер нации уже, понятно, готовят. Это вот как византийской системе выбросить оттуда падишаха, то есть, вот он исчез и забрасывает. Тот человек просыпается, и он, надо же, я падишах. Значит, вот так было с Виктором Андреевичем Ющенко, который ни снул, ни гадал, что, значит, как бы исчез Черновол. Значит, его наставник Гетман тоже исчез, и вдруг он так волей судьбы во всей этой нашей тортике национал-демократическом, тогда еще не гомонациональном, там, не гомонациональном, значит, вдруг, значит, Вишенкой в этот тортик Виктор Андреевич попал. Вот этого, значит, нового графа Вишенку, наверное, мы и будем ожидать его появлением в этом году. Но, скорее всего, равно, значит, американцы не будут размениваться. Для них, значит, они просто поставят, значит, отмоют от всех, так, всяких желаний, там, значит, Петра Алексеевича Порошенко, значит, уберут от него абсолютную власть, сделают ему баланс и запустят как проект. Потому что те задачи, которые он сегодня выполняет для американцев, как главнокомандующий армии, так и на восточных рубежах западного мира, значит, он, значит, также, значит, в целом мне достаточно, ну, как из всех диктаторов, наш самый ласковый. Значит, значит, то есть он, ну, шоколадный, как мы приняли говорить, он вполне устраивает, устраивает Запад, и мне кажется, менять его, я вот даже на Слава Вакарчака как бы не смотрел, Короля делает свита, хороший бриллиант делает оправу. И проблема ведь нет кадровых запасных. Ну, кого мы поставим вокруг, значит, Слава Вакарчака? Вот, давайте при всех рассматриваем, у нас прекрасный мэр, он, на самом деле, кандидат на УК, он, значит, открытый, порядочный, но только из его окружения выбили там Павла Рябинина, Ковальчука, вот их оттуда поубирали, и все коррупционеры через президента, которые остались от, значит, в космомистике Леонид Черновецкий, это, наверное, тот, на кого мы равняемся, он видел глубже, он видел насквозь. Теперь, правда, видит из Грузии. Вот все коррупционеры Черновецкого нашли, и вот когда критикуют Кличко, значит, ведь Короля делает свита, то есть, значит, вот команда, значит, как бы все меняет. И ведь, кстати, это было первое в то, что верили после революции достоинства. Мы верили, что лидер не может быть идеален, но команда, которая будет рядом с ним, значит, она поможет к нему, к сожалению, как в кротовой дыре опять откатились назад. Если тогда даже партия «Свобода» делала облачную рекламу и на лбу их ставила не «Тягнебог» или «Фарион», а там были просто какие-то рядовые участники Добрабата, участники Майдана, то есть, вот это вот наша большая команда. Сейчас опять исчезли команды. Мы можем сказать команда Порошенко, ну, не в криминальном смысле, не для НАДУ, не можем. Но, может, кроме там КУМ и так далее, не, ну, можно назвать людей команды. То есть, жена Луценко, это команда Порошенко, уже смешно. То есть, значит, представитель президента в парламенте, жена его КУМ. Значит, значит, мы можем назвать команда Юлии Владимировны Тимошенко. Мне тоже, ну, вот молодежка Ваня Кролькова, то есть, те, которые там маленькие, в ее орбитке, там крутится «Рая звездочка», которые не нашли себя. Но тоже ведь трудно сказать. Назови мне, значит, крупных деятелей региональных партий «Батькивщин». Тоже так трудно там. Вот кто возглавляет, например, Донецкую организацию областную «Батькивщин»? Там, в Мариуполе, не знаем. В Днепропетровске, на ее родной, я помню, там тетка ее возглавляла. Тоже так. Вот команда Тимошенко не скажем. Ну, в какой партии? Вот в «Самопомощи». Ну, там вот… Хотя бы знаем, кто во Львове там есть. Да, в «Самопомощи». Ну, «Садовой». Нет, 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 ну, как «Садовой». У «Садового» вроде бы, но это, опять же, тоже команда перспективна. Но ставка на психиатров, на аудиторов, тоже там как-то оно не пошло. То есть она достаточно узкая, региональная. Она вот, значит, партия одной громады. Партия одной, так, территориальной общины. Ну, вот тот провал в Запорожье, который произошел у «Самопомощи», в Херсоне, там, значит, когда там случайно, потому что знамена «Самопомощи» брали третьи игроки. Когда дерутся две политические силы, ага, значит, я зайду как новый свежий. Вот это прошло один раз. Дальше «Самопомощь» тоже остановилась. И мы видим, что большая проблема, что нет новополитического поколения, нет той команды. И в этих условиях американцам менять Порошенко, просто найти команду Слави Бакарчаку, ну, где мы возьмем, птенцы Сороса, все наши младые реформаторы и грантоеды, но они, значит, очень перекормленные оказались, птенцы, значит, и тоже, значит, зараженные вирусом коррупции и всего, то есть не пошло. И, кстати, нет больше птенцов Сороса. Там, я помню, Каськи уже был такой хороший директор возрождения, ну, тут амнистии ждет товарищ, он так договорился. Но и сегодня, то есть, как оказалось, практически нет скамейки запасных. И это, опять же, значит, та вина, значит, что, например, организм политический, он растет, когда он может воспрадиться, создавать новое поколение. Но вот мы видим, что вот у этого политического режима, вот такого, почему, вот здесь и подходит, у гомонационалов нет будущего, они не размножаются. Они не ведут дальше, у транснационалов оно есть. То есть, это не дало никакого нового продолжения класса. То есть, внешнее управление все же, да? Ну, извини, у нас ушло одно, да, а внешнему управлению более привычен Порошенко. Вот одно, как бы, ушло поколение, нового политического поколения, которое, как бы, называют вот этот средний класс, вот это, где та политическая молодежь? Где та молодежь, которая ведет реформы, проводит реформы? Ну, мы видим, что прозрение должно наступить, и прозрение именно в курсе, значит, политики, потому что я считаю, что, значит, значит, наверное, у наших гомонационалов эмблема может быть одна, уроборос, вот такой рождественский, змея, которая сама ест свой хвост, и поэтому она не производит, она не несет с собой будущее, это прошлое. То есть, действительно, значит, открытость украинской политики, открытость внутренняя, значит, опять же, ну, ведь, давайте скажем, что либералы кончились не только в Украине, даже вот я знаю, что сегодня в студии был либерал Галкин, да, значит, да, но они остаются, значит, как бы, да, больше, как, ну, господи, как для Российской империи, значит, либералы, там, там, Петр Первый создал консткамеру, так вот, когда я вижу российского либерала, для меня это сразу представитель, так и российской консткамеры, вот его держат, его показывают, но кто за ним? Я знаю несколько молодых российских либералов, но они это больше герои политических ток-шоу на каналах, реально за ними особого движения нет. Навальный никаким образом не российский либерал, значит, значит, здесь совсем другие, он достаточно жесткий политик американского типа, значит, причем, значит, тоже представителю внешнего влияния, он этого не скрывает. Вот, у нас, значит, здесь тоже, значит, ну, можно было, значит, американцам нравился и Гриценко, значит, в свое время, значит, разные политики, но они как-то вот сходят. Юлия Владимировна американцам не нравится, то есть как-то, значит, потому что все ностальгические язвы этого общества, с которым американцы боролись, Юлия Владимировна, они периодически проявляются, и неизвестно, значит, на каком этапе, когда она станет президентом. Порошенко более понятен, и мне, вот, кажется, здесь проявлено. Может, за год что-то еще изменится, вы думаете, Андрей? Ну, чтобы выросло новое поколение, новая свита, нужно как минимум 10 лет, значит, ну, может быть, раннее переходное, значит, ну, если кто-то сейчас начнет заниматься семинарами, тренингами, вот, что попытался Саакашвили, но люди в этот его буткамп не пришли, то есть молодежь, за кем пойдет, опять же, молодежь, причем молодежь, не которую они, как говорят, как новый политический класс, значит, такси, не такая, та молодежь, которая все-таки признает иерархию, понимает, ведь искусство, те, значит, классика молодежного лидера, это, который приставает рупор серьезных политических, значит, идей, и, значит, в молодежной среде. Понимаете, ведь развал Советского Союза начался с такой фразы, как партия дай порулить. Вот, когда оттянули, мы самостоятельно, где надо, и не самостоятельно, а тут же, опять же, космомистика, если взять, что взрослые политики, это вот как Солнце, и вокруг крутятся молодежные, общественные организации, вот, значит, и здесь вот они имеют как центробежное, так и центростремительное. А кометы, возможно, Андрей, какие-то кометы, залетевшие к нам, как комета Галлея, как комета Галлея, там за 4 года до рождения Христова, и которые когда-то там, то есть это парад планет связанный, но здесь пока я не размышлял над этим, но я хотел бы, вот, когда сказал гражданское общество вокруг центробежной, я бы хотел еще остановиться на церквях, о новом церковном конфликте в Украине, ведь церковь, это самая большая структура гражданского общества в широком понимании. Церковь отделена от государства, и как бы ни было, значит, церковь, это есть, ну, кстати, более широкая структура гражданского общества, это, конечно, мафия, то есть это, значит, все, значит, это тоже структура, но так как мафию мы все-таки отодвинем, как неприемлемую, ну, как для обсуждения, это то гражданское общество, с которым надо бороться, значит, как криминальное сообщество, а не гражданское общество, хотя оно тоже пронизывает все общество. Вопрос, значит, церкви говорит прежде всего о том и конфликте, что в Украине полноценное, то, что сейчас связано с пикидированием, лавры, значит, в Украине полноценная гражданская война, потому что там, где идет религиозная, то есть и те, и те гражданы, значит, и та конфессия, и та конфессия структуры гражданского общества. Как бы ни привязывали, значит, кричали московский патриархат, это Путина, ну, 20 лет назад не было никакого, значит, пока амбиции Филарета и заявления о себя, как на вот это вот, не появились, и желание спецслужб и новой независимой власти иметь свою лояльную церковь, такое карманное гражданское церковное общество, то есть в кармане, не появилось, не было же раскола. И то, что сейчас происходит, еще раз подчеркивает, что, значит, у нас гражданская война, значит, с кучей косвенных участников, потому что, с одной стороны, как это было во время унии, как это было во время, ну, сейчас, вот, например, чтобы оправдать грекокатоликов, в унию говорят, что поляки, значит, всех православных, там, с особым цинизмом, значит, уничтожали школы, а, значит, униатские не могли, потому что над ними держал Ватикан, запрещал, то есть это были, как бы, тоже католики. И благодаря этому сохранилось, ну, и, то есть много гетманов, то есть сама украинская культура вышла, значит, из-за того, что полякам не дали уничтожить. Ну, такая интересная, но сложная мысль. Сейчас же, значит, за этим конфликтом мы видим, значит, прав ли или не прав, но это действительно право отпевания, понимаете, вот сам монашеский орден, переход в монахи, это переход в царство мертвых. То есть, значит, церковь владеет все-таки мертвыми душами, тут, ну, извините за ересь, но, значит, если ты стал цилпом, почему обед безбрачия? Почему высокие церковные чины не имеют права, значит, крестить, венчать, а это должен, значит, батюшка, который не монах, который женат. Это, опять же, просто они как бы переходят, и они живут тут в том мире, значит, который в более закрытом духовном. И вот здесь вот право, значит, конечно, значит, я не могу поддержать того запорожского священника, значит, потому что можно было бы принять на себя, значит, грехи и отпеть, но здесь, значит, человек совершил неправильный поступок и дал для гуманационалов повод для всех этих С-14 заказных организаций. Причем, значит, борьба идет не только за передел паствы и передел, собственно, и за захват, рейдерский захват церковных помещений, значит, но оно пройдет, потому что, насколько я понимаю, опять же, этот конфликт и неправильной государственной политики, значит, ну, потому что давайте, скажем, там, где право человека на веру, на вероисповедание, то, с чего начался и протестантизм, и тоже, значит, наша цивилизация, это то, что пришло, которое защищает права человека, оно началось с свободы. Когда власть поощряет, значит, С-14 подобные организации, которые только за деньги, ведь на самом деле ОС-14, их попытались назначить муниципальной, значит, полиции, значит, и оказалось, что людей у них нет. Ему надо искать людей, значит, и так далее. То есть, те, которые приходят, это вот люди, которые, когда есть конкретный и, скорее всего, не романтический политический интерес. Вот, ну, да, и поэтому... Я говорю о христианстве, о первых христианах, которые там где-то вот в Колизее сражались с Ольвами, и, конечно, времена были тоже не лучшие, времена Римская, это империя древнеримская для христиан. Насчет свободы вероисповедания, свободы слова и того, что это было когда-то бесконфликтно, всегда же были, конечно, проблемы. Да, вера, это всегда испытания. Я думаю, что сегодня на нашей конфессии устоят, эти испытания как раз могут пройти, и это может быть и очищение. Но раз уже говоришь... Верующим легче, испытания какие-то другие совсем. Ну, как сказать, понимаете, вот проблемы, и в том числе и московского патриархата, вот, когда знаменитые, когда в перестройку замироточили главы в лавре. Вот, несколько лет... Я помню, после перестройки, когда в московском патриархате торговали водкой какие-то там. Это было серьезное. А перестройку появилось, был в журнале «Огонек Коротича», значит, появилось, по-моему, в 89-м году. Значит, причем, когда, как проявлялось это мироточили, как объясняли священники, что когда собирается огромное количество людей, и они вместе вот так вот транс-мистически думают, вот тогда мироточить появляются особые, как бы особые... Ну, господи, меня на амальгаму тянет. Но особое вещество, особая субстанция. Значит, вот, от которой является это миро. Значит, но когда, короче, чиздал статью о проблемах епископата в лавре, значит, мироточить главы перестали. Речь шла о голубом епископате. Значит, косвенно я это несколько раз сам встречал, когда у меня долго сотрудничал с первым... И работали вместе с первым ревосом лавской духовной академии с 94-й отъездом Сума Александром Кобелевосом, которого, когда спрашивают, почему вас сняли, говорит, но у меня была проблема, я не принимал в академию уставленников вот этого голубого епископата. Значит, они... То есть, несколько раз я встречал их, значит, когда я ездил в заграничные командировки, рядом ехали, значит, священники, ученик такого экстравагантного вида, там, просить деньги на... вот в Дании, в православном общине и так далее. То есть, ну, это совсем другая проблема. Проблема в том, что через вот подобные испытания, значит, скорее всего, может и церковь очиститься от ее священной... Значит, поэтому сказать то, что сейчас господа гуманационалы, значит, носят эти детские игрушки и занимаются флешмобами по всей стране и нападают на, значит, украинскую православную церковь, может быть, это достаточно важно, значит, в этом году, чтобы через это пройти. В том числе и смысл революции достоинства, то, что мы прошли с 14 по 18, даже уже за 4 года, проходит уже с этих событий. Это тоже важно, чтобы действительно наша, эта кротовая нора, это вывело нас в будущее, потому что, опять же, в фантастике, в современных теориях все надежды не на сверхсветовую скорость, а сверхсветовую скорость, а все надежды, что в будущем мы пройдем через вот эти кротовые норы или червоточины. Поэтому Украина, как кротовая нора, значит, с нами, это, наверное, все-таки тоже важный образ для будущего. И расчет на какой-то отнорочек, и должен быть в норе какой-то отнорочек, вдруг нам удостоверить через него, это уже другая сказка. Да нет, 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 все-таки настоящий украинец должен всегда иметь несколько отнорочков. С нами был Андрей Мишин, продолжаем расследование с Новым Главием. Спасибо, Андрей, до встречи в нашей студии. Субтитры сделал DimaTorzok